Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу подмосковные платформы и это станция Купавна Горьковского направления, которая находится между двумя районами. Ну а если быть точнее, то между Ногинским районом и городом Балашиха. Ну когда-то, соответственно, между Ногинским районом и Балашихинским районом. Вот с этой стороны здесь, собственно, город Балашиха и это микрорайон Купавна. Именно микрорайон Купавна, поселковая часть. Потому что Купавна делилась на старую Купавну и вот это вот как бы, ну типа новая Купавна. Ну а с той стороны, соответственно, там Ногинский район или еще Богородский городской округ сейчас более правильно называется. И там, соответственно, микрорайон Вишняковские дачи. Ну а с той стороны там Бисерово озеро и так далее. То есть это уже получается как Ногинский район. А с этой стороны город Балашиха. И вот этот вот микрорайон Купавна, это сейчас бывший дачный поселок, а сейчас это, соответственно, один из микрорайонов города Балашиха. Балашиха, он разбросан, этот город вообще, на очень большом пространстве. Вот. И вот один из микрорайонов этого города Большого находится как раз именно здесь, прямо примыкает к этой платформе. Как видите, здесь две пассажирские платформы, обе высокие, чуть-чуть изогнутые, но немножко совсем. Вот. Соответственно, вот на эту платформу, по которой я сейчас иду, прибывают электрические, соответственно, в сторону туда на Петушки, там Владимирской области далее, ну в ту сторону. Ну, как в сторону. Это так, область, но туда дальше. Ну, а на другую, вот на ту, которая с левой стороны, там, соответственно, прибывают электрички на Москву. Вот. Две платформы. Видите, здесь все огорожено, потому что строится подземный переход. В настоящий момент здесь платформа соединяется только пешеходным настилом через железнодорожные пути. То есть нет ни наземного, ни подземного каких-то оборудованных переходов, ни мостов, ни так далее. То есть, ну, как обычно, такая обычная подмосковная платформа, которая находится в 30 километрах от Курского вокзала. Вот. Ну, а, соответственно, от Москвы, ну, может быть, где-то километров 20, может, даже чуть меньше. Вот. Ну, и вот эта платформа, кстати, видите, плитка. Это была реконструкция платформы в 2021 году. Ну, она закончилась, но около двух лет она продолжалась, и вот, в итоге, поэтому так она и выглядит, как плитка. До этого просто, конечно, было все намного проще. Вот. Это вот единственное здание. Вот тут вот там и билетная касса, и, соответственно, навес одновременно. Ну, такой типичный, так сказать, блок станционный. Ну, вот Купанов, значит, вторая платформа. Вот. Как видите, тоже два пути. Ну, по крайней мере, пока, ну, наверное, здесь они и будут еще, потому что там дополнительные пути кладут только до железнодорожного, а это уже там, где пройдет МЦД. Ну, а, соответственно, здесь уже там черт МЦД пройдет, но здесь, наверное, за пределами МЦД будет, наверное, два пути еще довольно долго. Вот. Значит, ну, однако, надо сказать, эта станция открылась в 1898 году, и тогда она имела название товарный пост 27 версты. То есть, был 27 верст. Ну, верста чуть больше километра, а сейчас это в километрах, а в 30 километрах. Потом просто пост Купавна, вот. Ну, а потом встреча с 16-го год просто Купавна. Ну, как она до сих пор называется. То есть, название, оно уже больше 100 лет, одно и то же Купавна. Вот. Ну, и название по фабричному селу Старо Купавна, которое она, в общем-то, изначально обслуживала. Во многом она была для грузовых нужд, что создана. Вот эта станция. Вот. Ну, и надо сказать, что это не просто платформа, это станция. Потому что там вот подальше, вот туда, прям вот подальше, вот идет отход, идет грузовых путей. Вот. То есть, это одновременно и платформа пассажирская, но еще и станция. И пути этих довольно много. Они на большое пространство идут. Там на много километров, туда дальше, в сторону Старо Купавны. Вот. Относят к Ногинскому промышленному предприятию железнодорожного транспорта эти пути. Вот. Ну, вот две платформы. И там дальше идет отстой вагонов, цистерн, тепловозы ездят и так далее. И раньше там, в общем-то, шло обслуживание промзоны довольно большой. Были пути. Там они дальше, так сказать, во все стороны расходятся. Там они между карьерами проходят эти железнодорожные пути. Дальше расходятся к заводу железнодорожных изделий, к текстильным предприятиям бывшим, которые там работали, к химическому предприятию Ногинска. Вот. То есть там очень много путей. Сейчас они, конечно, в основном уже не работают, но какая-то работа все-таки производится.